Всем привет! Меня зовут Карина и сегодня мы будем делать с вами пакетрейсер 5.3.2.8. Для этого нужно всего лишь сам пакетрейсер, веселье и свободное времени, при желании к инспекту, а также хорошее настроение, чтобы у вас точно все получилось. Для этого открываем страничку с самим пакетрейсер, скачиваем ПКА-файлик, а также инструкцию к нему. Чтобы скачать инструкцию нужно перейти по ссылке и нажать кнопку скачать, а потом сохранить инструкцию в нужную вам папку. Нажали сохранить и вот она уже открылась. Здесь вам нужно будет прочитать ее и ответить на вопросы. И места для ответов это синие прямоугольнички. Мы пока открываем ПКА-файл и ждем пока он откроется. Это занимает буквально несколько секунд и вот он уже открылся. здесь вам нужно ввести ваше имя, к примеру, мое имя Карина, ввести ваш email, а также дополнительную информацию. Чаще всего это номер групп. И нажать кнопку ОК и подтвердить. Наше задание обновилось и открылась инструкция. Мы ее сделаем немного шире, чтобы было удобнее работать. И закрепим с помощью кнопки TAP. Теперь она никуда не будет прятаться, если мы будем делать наше задание. И смотрим. Сегодня мы будем анализировать IPR-запрос. Для этого нам нужно отправить их запрос с одного устройства на второе. Для этого мы открываем первое устройство, которое имеет IP-адрес 172.16.31.2. Переходим в вкладку Desktop. Командная строка. И здесь нам нужно ввести команду ARP-д. Для того, чтобы очистить таблицу всех ARP. Есть. Теперь нам нужно перейти в режим симуляции с помощью кнопки в правом нижнем углу. Вот она. У нас открылось дополнительное окошко. Вот мы можем увидеть. И теперь нам нужно открыть наш ПК с командной строкой и ввести команду PING. Нажать кнопку пробел и ввести устройство, на которое мы хотим отправить PING. Это 172.16.31.3 и нажать Enter. Так как мы в режиме симуляции, наш PING не отправится, а будет ждать, пока мы сами не будем нажимать кнопку Capture Forward. И как вы можете увидеть, у нас появилось два пакета. Один ACMP и ARP. Но так как пакет ACMP не может быть отправлен, не зная MAC-адреса устройства, которое будет его получать. У нас есть пакет ARP, который наше устройство отправляет перед ACMP. С помощью этого наше устройство узнает MAC-адрес пункта назначения и потом наш пакет ACMP уже будет отправлен. Что мы сейчас и увидим. Нажимаем кнопку Capture Forward и видим, что пакет ACMP и правда исчез. Нажимаем кнопку Capture Forward еще раз и видим, что наш маршрутизатор отправил три пакета к router 1, к устройству 172.16.31.4 и к устройству 172.16.31.3 с помощью широковещальной рассылки. И далее эти пакеты на устройства, которые получили, сверяют данные, например, MAC-адрес и IP. Если они не сопадают, то устройство не принимает пакет. Если сопадает, то принимает. Далее нажимаем еще раз кнопочку Capture Forward и видим, что пакет возвращается к свитчу только с одного устройства, которое сопало с MAC и IP-адреса. И потом наш пакет возвращается к компьютеру и появился пакет ACMP. Если мы нажмем кнопку Capture Forward, то мы видим, что этот пакет уже знает, к какому устройству он будет отправлен и отправляется только к нужному нам пока. И потом возвращается назад с ответом. Вот. Далее нам нужно перейти в режим реального времени, опять же открыть наше устройство 172.16.31.2 и еще раз ввести команду ARP-D, чтобы очистить опять все данные пакета ARP. Далее переходим в режим симуляции. Вот. У нас все пакеты исчезли. И мы опять открываем наше устройство и отправляем ping-запрос. 72.16.31.2. Нажимаем Enter. Мы видим опять же пакет ACMP. Если мы ее откроем. Откроем. Ой, она спряталась. Вот она. То мы видим, что у нас есть только IP-отправщика и IP-насначение, но нет данных о MAC-адресе. Если мы прощелкаем дальше, вот, и когда у нас уже ACMP будет возвращаться, у нас уже должна появиться дополнительная информация. И пакет уже знает, куда он будет отправлен. Далее. Двигаемся дальше. Теперь нас просят опять перейти в режим реального времени. Перейти в командную строку. ввести команду ping. Далее ввести команду 10.10.10.1. Перейти в режим симуляции. Нажать Enter. И посмотреть, какой IP-адрес имеет новая запись таблицы ARP. Вот открываем. И таблица ARP. У нас уже есть MAC-адрес и IP-адрес. Далее. Нажимаем Ctrl-C, чтобы остановить пересылку пакетов. И вводим команду ARP-A. Нажимаем Enter. И видим, что у нас наш пакет не найден. Для этого опять отправляем команду ping. 10.10.10.1. Нажимаем Enter. Нажимаем кнопочку Capture Forward, чтобы ping прошел. И вернул нам данные. Вот. Можете видеть, как двигаются пакеты. Теперь. Ай. Пишем. Пишем, пока отправятся все четыре. Так. И видим, что отправилось четыре. Получено четыре. Теперь вводим опять команду ARP-A. И смотрим, что у нас в таблице ARP. Появилось устройство 172.16.31.1. И его MAC адрес. И все. Далее. Нам нужно ввести команду ARP-A, которая очистит эту таблицу. Вот. И отправить повторный эхозапрос на 10.10.10.1. Чтобы мы не путались с этими пакетами в таблице, мы вернемся в режим реального времени. И опять в режим симуляции. Открываем опять то же устройство. Вот оно. И опять же вводим команду ping 10.10.10.1. И смотрим, что так как мы очистили нашу ARP-таблицу, ISMTP-пакет не может отправиться. И он опять же посылает сначала ARP-запрос, а потом уже ISMTP. Ну вот мы с вами проделали само задание. И вам нужно будет ответить на опросы. На вот эти. И отправить этот PDF-файлик вместе с PKA-файлом. А так, у нас все готово. Так что, пока.